Всем здравствуйте, приветствую вас на канале Плеском Михаила и сегодня ко мне в руки попал аппарат, это Nokia 3 ONGTA 1035 с проблемой. На устройстве установлены настройки по умолчанию, чтобы продолжить вводить в аккаунт Google, который был синхронизирован с ним и далее нам вообще никак не нажать. Это сработало так называемой защитой FRP, дословно переводится как Factory Reset Protection, то есть защита от общего сброса или перепрошивки устройства. И если по каким-либо причинам вы не помните Google аккаунт, который вводили на данный телефон до сброса, то сейчас я вам покажу, как вы самостоятельно в домашних условиях можете обойти данную блокировку. Если видео вам поможет, пожалуйста, подписывайтесь на канал, там вот ссылочка, для меня это очень важно. Спасибо. Ну а теперь приступим непосредственно к самой разблокировке. Итак, в первую очередь вызываем клавиатуру, далее нажимаем на глобус и держим. Выбираем языковые настройки, добавить клавиатуру, выбираем любую клавиатуру, другую, такое у меня уже один раз было, минутку. Еще раз нажимаем на глобус, языковые настройки, добавить клавиатуру и выбираем любую клавиатуру. Далее здесь нажимаем на три иточие, справка отзывов. Опишите проблему. Нажимаем сюда и здесь по-английски пишем Voices и выбираем самый первый пункт Get Started This Voice Access. И здесь мы видим окошко YouTube. Первый раз нажимаем на проигрывание видео, второй раз нажимаем по вот сюда, по белому названию видео. Не сейчас, не сейчас. Далее свайп вниз и закрываем это видео. Далее в мобильном приложении YouTube здесь нажимаем на значок человечка, выбираем условия использования и политика конфиденциальности. Продолжить, далее любую поисковую систему выбираем, окей. И здесь выбираем пропустить. Все это мы делали для того, чтобы попасть в стандартный браузер, то есть Chrome. Далее нажимаем на поисковой строке и здесь по-английски пишем Teleed.ru, то есть заходим на мой сайт. Перейти. На сайте Teleed нажимаем вот сюда на три горизонтальных полоски. И выбираем статью, файлы необходимые для снятия блокировки FRP. Но это превью статьи, здесь ссылок нет, нужно щелкнуть по его названию. Статья открылась полностью. Итак, данный телефон базируется на базе Android 8, я бы даже сказал 8.1 с январским патчем безопасности. Самое новое, только что его обновлял. И давайте скачаем файл 1.6 APK. Скачать. Далее. Разрешить. Скачать. Окей. Вот файл уже скачен. Еще раз нажимаем скачать. И вот здесь у нас появляется надпись «Скачать файл такой-то еще раз». И кнопка «Скачать» и «Отмена». Не надо нажимать ни на какие кнопки, а щелкаем вот сюда по названию. Настройки. И разрешаем установку из этого источника. Назад. Установить. Файл 1.6 APK это, ну скажем так, специально подобранная версия аккаунта в Google, в котором есть необходимая для нас уязвимость. Нажимаем «Готово». Здесь нажимаем на крестик. Проматываем чуть ниже. И находим файл «Скачать 2.APK». Скачать. Окей. Также отсюда мы его сейчас запустить просто не сможем. Видите, не устанавливается приложение. Поэтому нажимаем «Скачать» еще раз. И щелкаем по названию. Установить. И здесь уже выбираем «Открыть». Далее. Здесь в открытшемся окне нажимаем справа сверху троеточие и выбираем «Вход в браузере». «Открыть». И уже сюда вписываем любой, но реально существующий Google аккаунт. Далее. И вводим пароль. Пароль по понятным причинам я вам показывать не буду. И нажимаем «Войти». Идет вход в систему и приложение у нас просто закрывается. Но оно нам и надо. Далее. Идем назад, назад, назад. То есть выходим из всего того, куда мы, скажем так, поназаходили. Еще один раз назад. Еще раз назад. Настроить как новое устройство. И то есть проходим процедуру первоначальной настройки заново. Видим фразу, что аккаунт такой-то добавлен. Далее. Не сейчас. Все равно пропустить. Еще. Можно включить, можно пропустить. Тоже не так важно. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Не сейчас. И радуемся полностью разблокированному товарищу. Но тут есть, скажем так, еще один нюанс. Сейчас прогрузится меню. Я вам про него расскажу. Если вы делаете этот телефон для себя, то, в принципе, эта победа. Можно полноценно пользоваться телефоном. Но конкретно я это делаю для, ну, по сути, для скупки. Где я взял этот аппарат для снятия видео. Поэтому заходим в пользователи аккаунта. Заходим в аккаунт Google. И удаляем аккаунт. Потому что будущим владелец этого телефона, скажем так, мой даже тестовый аккаунт, ну, скажем так, мягко говоря, не нужен. Дальше. Заходим в приложение «Уведомления». Показать все приложения. Находим программу FRP-байпасс. Сейчас я ее найду. Вот она. И, в принципе, можно удалить ее. Ок. Ну, а файл 1.6 APK, он же аккаунты Google, они у вас сами обновятся. Итак, телефон полностью готов к выдаче. Если видео было вам полезно, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Вот здесь ставьте лайки. Для меня это очень важно. И если будут какие-либо вопросы, я постараюсь ответить на них в комментариях. Всем спасибо и до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.